Ничего лишнего, только паспорт, пропуск на экзамен и черная ручка. Все остальное учеников еще в школе попросили оставить, но чтобы не выгнали с экзамена за списывание. Мы все практически готовы. Мы все сдали мобильные телефоны и хотим совершенно списывать. В этом году первый русский. Эти выпускники еще и в девятом классе ГИА сдавали, поэтому к такой форме экзамена привыкли и, кажется, совсем не волнуются. Но с денежкой под пяткой все-таки надежнее. Причем монетка в 5 рублей уже не котируется. Положил 100 рублей под ботинок, под левый. Искал тоже в интернете варианты, может быть, какие-то ответы были, но ничего не нашел. Готовился, но тоже положил 100 рублей, может, все-таки это нам поможет каким-то образом. А так, естественно, весь год мы учились, решали тесты, писали сочинения. В практике ЕГЭ уже 5 лет, но такая форма сдачи по-прежнему нравится не всем выпускникам. Лично мне ЕГЭ не нравится из-за того, что сам предмет, он очень ужат, то есть в какие-то рамки, которые, я считаю, для русского прекрасного языка недопустимы, по крайней мере, именно для русского языка, потому что человек не может полностью выразить себя в сочинении, он тоже как бы загнан в определенные рамки. И я считаю, что это недопустимо, а по билетам, как бы, это более, ну, лучший вариант. Любой особо охраняемый объект позавидует такой системе. Никого, кроме учеников, не пускают, и тех исключительно по паспорту в развернутом виде, и пропуску. Документ. Пожалуйста. Пожалуйста. В классах тоже все строго. Сумки на отдельном столе, с собой документы и ручка. Конверт с заданиями приносят чуть раньше, раздают каждому отдельный. И ровно в 10 выпускники начинают заполнять бланки. В ЕГЭ три части, на все три часа. В этом году в области экзамен по-русскому сдают почти 16 тысяч школьников. О результатах выпускники узнают через неделю. Но в введении этого года уже установлено минимальное количество баллов. По-русскому достаточно набрать 36. А следующий обязательный ЕГЭ по математике пройдет уже 3 июня. Алифтина Батурина, Сергей Пермовский, Объективно, ННТВ.